Я думаю, да я убежден в этом, что когда-нибудь кто-нибудь напишет не менее ста томов, которые будут посвящены величайшим женщинам всех времен. И на одном из самых почетных мест будет эта женщина, достойная преклонения, поклонения, удивления. И удивление не только тому, как она жила и что она творила, но еще и как она преодолевала все трудности, все проблемы. Потому что Пастернак правильно сказал, быть женщиной – великий шаг. Речь идет о женщине, музыку которой вы сейчас услышите. Если бы я не сказал, что это женщина, вы бы начали гадать, кому принадлежит музыка. Мендельсону, Шуману, Брамсу, какому-нибудь еще романтику, я сразу вам скажу, чтобы у вас не было сомнений. Вот эта романтическая, яркая музыка написана Кларой Вик, когда она выйдет замуж, она станет Кларой Шуман в возрасте 14 лет. Это концерт для фортепиано с оркестром. Этот концерт играют. Он поражает листовским размахом, гигантским темпераментом. Ну, немножко истории. Фридрих Вик расстался со своей женой, с матерью Кларой, когда она была маленькая, и сделал все. Но, понимая, что ему повезло, что у него в руках вундеркинд, чудо-ребенок, а Клара действительно была чудо-ребенком. Она уже 8-9 лет играла концерты на самом высоком уровне, в 10 с оркестрами, чего только не творилось вокруг, какое потрясение только не было. Фридрих Вик был тщеславен. Он был, судя по всему, очень строгим, но гениальным педагогом. Клара постоянно упражнялась, занималась. И он знал, вся его дальнейшая жизнь будет посвящена успехам Клары. Невероятные концерты по всему миру. Между прочим, все это так и случилось. Клара Шуман в замужестве, Вик в девичестве, стала и по сегодняшний день считается одним из величайших пианистов всех времен и народов. Все было бы хорошо, не влюбись она в Роберта Шумана, одного из самых великих композиторов на земле. Если люди любят и знают Шумана, то от него невозможно оторваться. Это невозможно вообще жить без музыки Шумана, без его карнавала, без его крыс лирианы, без его таккаты, без его фортепианного концерта, без его виолончельного концерта. Да, Господи, перечислять очень много, без его детских сцен. Да что вы, это просто целый мир, целая вселенная невероятной красоты, мелодий, гармонии и так далее. И вот, когда Клара вышла замуж, я не хочу описывать все эти подробности, потому что вы, наверное, знаете многое и можете прочитать о том, как боролся Роберт Шуман за то, чтобы жениться на Кларе, и как Клара боролась за то, чтобы выйти замуж за Роберта Шумана, потому что отец Фридрих Вик, с одной стороны, он терял все, он терял Клару, в которую он вложил все, силы, здоровье, жизнь, и теперь она уйдет. И все уйдет вместе с ней от него, и ее таланты, и ее концерты, и его антрепренерство, его тщеславные надежды. Но была еще одна причина. Кто такой был Роберт Шуман? Странный молодой человек, может быть и гениальный, но абсолютно ни в какие рамки, ни по поведению, ни почему, абсолютно неукладываемый ни во что, абсолютно непонимаемый, абсолютно странный, иногда пьющий, иногда сходящий с ума, бесконечно книжный, читающий, фантазирующий, какой он муж, какой он отец семейства, что вы, он оказался отцом четырех мальчиков и четырех девочек. Так Клара ему родила. Фридрих Вик уже после первого ребенка свыкся с этим, а ведь дело доходило до судов. Фридрих Вик проиграл суд. И Роберт Шуман и Клара оказались одной из самых великих пар в истории человечества. Но тут случилось невероятное. Клара так гениально играла на рояле, а Шуман ведь учился тоже у ее отца, так они и познакомились. Шуман опять, патриархат, не мог себе представить, что жена всегда будет играть лучше, чем он. И он решил совершить колоссальнейший поступок в своей жизни. Он давно об этом думал. Он решил вот эти пальцы безымянные, да, освободить от всей остальной руки. Вы знаете, что у нас вот эти безымянные пальцы, они не подчиняются. Так вот, он придумал специальный прибор, когда он играл без этих пальцев, а пальц был подвешен. И он порвал себе сухожилие. Навсегда. Он потерял возможность вообще играть на рояле. А ведь он был великим композитором для рояля, как и Шопен. А что же делать? Рядом с ним была его жена. Один из величайших пианистов всех времен и народов. Шуман сочинял музыку, а Клара играла. Причем играла так легко, естественно, и непринужденно, что Шуман не знал, что когда он лишился, по сути, правой руки, пианистической руки, он не знал, что он потерял чувство меры, как надо писать, чтобы пианист мог это играть. Он начал писать неблагодарно, неиграбельно. Он начал писать так, как Бог на душу положит. Но ведь Клара все играла. Поэтому он решил, что все в порядке. И сегодня пианисты, преклоняясь перед Шуманом, потихонечку и проклинают его. Потому что самое сложное, что может знать пианист, это играть музыку Роберта Шумана. Она вся написана неудобно для рук. Как эта героическая Клара сопротивлялась материалу, как она побеждала, это только один Бог знает, и ее ангел-хранитель. Когда Шуман приехал с Кларой в Россию, а Клара, ее слава гремела повсюду, то у Шумана, мужа Клары, спрашивали, а он имеет ли какое-нибудь отношение к музыке. Потому что Клара была звездой, а Роберт Шуман в России был неизвестен. Уже после его смерти он стал главным композитором для русских музыкантов. Все, все буквально были потрясены Робертом Шуманом. Все, что написал Чайковский для рояля, это под влиянием Роберта Шумана. Он этого не скрывал. Послушайте Роберта Шумана и послушайте пьесы из времен года Чайковского, и вы все очень быстро поймете. Действительно, влияние его было огромным, и композиторы могучей кучки в России тоже говорили, что Шуман, вот он, поиски и находки, вот он, главный музыкант, вот он, ориентир для русской музыки и для русских музыкантов. Действительно, шумановское в русской музыке очень велико. Так вот, потом, когда Клара приехала уже без Роберта Шумана, который умер, то ее представляли всюду не только как великого пианиста, а прежде всего, как жену великого композитора. И почести были двойные. Но самое удивительное другое. Клара всю жизнь сочиняла музыку. Только одна беда. Эту музыку она не осмеливалась показывать, ну, немножко Шуману, но никому больше. И только лишь в 70-е годы 20 века, когда никого из них телесно давно нет на земле, люди удивленно прислушиваются к музыке Клары. И выясняется, что Клара была выдающимся музыкантом, композитором, а не только пианистом. Достаточно услышать ее фортепианное трио, опять тот же самый фортепианный концерт, написанный в 14-15 лет. Для того, чтобы понять, что в связи с тем, что Клара, женщина, никому не приходило в голову распространять ее музыку, популяризировать ее. И я думаю, я смеюсь предположить, когда многие спрашивают, а почему так мало женщин-творцов, почему в основном все композиторы мужчины. Хочу вам сказать, я думаю, что в истории затерялось немало потрясающих женщин, которые не вышли в мир, остались неизвестными для нас. Вот 20-й век, и сегодня уже 21-й, он показал, что женщины-композитор это не исключение исправил. И все больше и больше ярчайших и талантливейших имен вспыхнуло на небосклоне 20-го и 21-го века. Начиная от Софьи Губайдулиной, Галины Уствольской, в России и кончая Лерой Ауэрбах. Сегодня нет таких крупнейших концертных залов, где мировые премьеры не потрясали бы слушателей. Эта девочка родилась когда-то в Челябинске. Она живет в Соединенных Штатах Америки. И ее музыка, и ее балеты, и ее оперы, и ее концерты, симфонии, симфонические поэмы звучат по всему миру. Достаточно послушать фрагмент из ее симфонической поэмы Икар, для того, чтобы никогда не оторваться от этого наваждения, от этой магии. Я даже не хочу рассказывать вам об этой музыке, только скажу, что там и макро, и микрокосмы сочетаются, а потом совпадают и впадают друг к другу, как реки в океаны, как океаны, в бесконечное пространство. Послушайте, пожалуйста, ее симфоническую поэму Икар, и, наверное, все мои слова будут уже лишними. Познакомьтесь с композитором 20-го, уже 21-го века Лерой Ауэрбах. Лерой Ауэрбах Лерой Ауэрбах Лерой Ауэрбах Лерой Ауэрбах Лерой Ауэрбах Лерой Ауэрбах Лерой Ауэрбах